В среду утром напротив перинатального центра столкнулись два автомобиля. В результате первой аварии оказалась повреждена припаркованная у края дороги иномарка. Toyota Mark II и RAV4 ехали в попутном направлении в сторону улицы Яшина. Первым двигался водитель седана. На склоне мужчина начал сбавлять скорость, чтобы на узкой дороге пропустить военный грузовик. Мы потихонечку продвигались вниз по улице от Истомина. Навстречу поднимался автомобиль КамАЗ. Мы притормозили и приняли немного вправо. И в самую последнюю секунду я увидел, как на огромной скорости, в зеркало за него вида, приближается автомобиль RAV4 и буквально вдоль секунды почувствовали огромный удар от того, что... Вот вы видите, что случилось. Кроме того, сломалось кресло. В черном кроссовере ехала женщина с маленьким ребенком. В аварии они остались невредимы. Удар автолюбительница объяснила отказом тормозной системы. Она видела, что водитель ехавшего впереди автомобиля стал останавливаться. Женщина попыталась сделать то же самое, но, к ее удивлению, иномарка продолжала двигаться дальше. К врачам скорой помощи из всех участников аварии обратилась лишь супруга водителя Марк-2. Женщина ударилась о подголовник пассажирского кресла. Врачи оснований для госпитализации не нашли, но посоветовали горожанке обратиться в травмпункт для исключения сотрясения мозга. Уже после столкновения иномарки вскользь задели Hyundai Santa Fe, который хозяин оставил у обочины. Мужчина об аварии узнал после срабатывания сигнализации. Расходы на восстановление корейского кроссовера и седана придется выплачивать виновнице аварии. Страхового полиса у женщины не оказалось. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Соколова и Александр Савчук.